Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Довстон, и в этом ролике вы увидите Происхождение английского языка, отличие американского и британского английского и специальный гость из Брансфеля, штат Техас, Вадим Савицкий Краткое оформирование американского варианта и английского языка В начале 17-го столетия колонисты из Англии первые начали приносить свой язык в Америку Но на формирование языков колоний оказывал влияние не только Англия Также в 17-м веке на Северную Америку хлынула новая волна иммигрантов из Ирландии Чаще всего нас в школе обучают британскому и английскому Но многие смотрят фильмы с субтитрами или читают книги Может и общаются со сверстниками из Америки И многие классифицируют свой запознание как смесь американского и британского английского Но мало кто может отличить их Давайте же в этом разберемся Начнем с того, что основные различия проявляются в четырех аспектах языка Как лексика, грамматика, пунктуация и правописание Наверное, вы часто встречали картинки с различными слов Несколько примеров Мы не будем уделять лексики в этом видео должного внимания Так как в любом словаре есть пометки Если слово означает разные реалии в британском и американском английском Лучше дадим слово Батиму и он расскажет нам про различия в грамматике Привет, Дастон и зрители канала Школа Джобса Американцы, в отличие от британцев, не очень-то любят времена группы Perfect Заменяя их временами из группы Past I have not finished school yet Фу, какая британщина He did not finish school yet Американцы также часто используют двойное отрицание А это считается ошибкой, особенно в письменной речи Зато в русском языке Ну вы поняли Согласно правилу, в английском предложении может быть только одно отрицание I don't want to read this book Я не хочу читать эту книгу, хотя уже прочитал И тем не менее, двойное отрицание используется практически везде В фильмах, книгах, даже в петь We don't need your education Тебе слово достал? Довольно часто в одном и том же выражении вместо одного предлога ставится другой Пример On the weekend вместо in the weekend в британском варианте Или on the street вместо industry Основное различие в пунктуации в том, что верит and В завершающем перечислении британцы не ставят запятую Вот пример Британское a и американское r Примеры Santa Santa Написание дат в британском и американском английском также отличается Вот сравните Британский вариант ближе к нашему День, месяц, год Чтобы не было путаницы, запишите себе это Как мы видим, все-таки есть много различий И с каждым днем их становится больше Какой выбрать вам, зависит только от вас А есть еще, конечно, различия в акценте Но об этом поговорим в следующем эпизоде Если вам интересна жизнь обычного русского парня в Америке Смотрите видео Вадима здесь Просто нажмите сюда или перейдите по ссылке в описании к этому видео Также можете подписаться на его канал Очень советую, серьезно И на мой канал, если вы этого еще не сделали Всем пока И читают фильмы Читают фильмы Субтитры сделал DimaTorzok